Дабл-Би-Си приказала чемпиону в полулёгком весе Рэя Варгасу пройти защиту против Брэндона Фигерова. Организацией поединка будет заниматься компанией Пи-Би-Си. Бой планируется осенью. Бой Джейка Пола против Майка Тайсона перенесён на 15 ноября. Поединок состоится в Арлентоне, США. Бой должен был состояться 20 июля, однако был перенесён из-за обострения язвы Майка. Ему было рекомендовано в течение следующих нескольких недель выполнять минимальные или лёгкие тренировки. Всем привет! Вы на канале Воин! Без лишних слов погнали! Американский боксёр супер тяжёлого веса Майкл Хантер по очкам победил Кассиуса Ченни. По итогам 10 раундов все судьи отдали победу Хантеру, трижды по 190. Отметим, что на кону этого поединка стоял титул временного чемпиона WBA. В Канаде состоялся вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой за титул IBU во втором среднем весе между Евгением Шведенко и Василисом Иглесиасом. Поединок завершился уже в первом раунде. Иглесиас пробил акцентированный правый хук в голову Шведенко и отправил его тяжелейший нокаут. Экс-чемпион Юниаль Дортикас нокаутирул в стартовом раунде Алана Кампу. Ожидается, что в следующем поединке Дортикас даст бой чемпиона WBA мексиканцу Хильберто Рамиресу. Кубинский проспект лёгкого веса и Остелю Наполесу нокаутирул в стартовом раунде Венесуэльса Вестера Гарсио. Топ проспект первого среднего веса американец Каллум Уолш нокаутирул во втором раунде мексиканского нокаутёра Карлоса Ортиса. Левый кросс отправил Ортиса на канвас. В Голливуде, штат Флорида, состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой Эдерона Бронера и Блейера Кобса. Со стартом поединка Бронер принялся прессинговать оппонента, но Блейер остудил порыв соперника уже во втором раунде. Кобс рубил Эдерона левым боковым, даже выбил зуб. Тяжёлый нокдаун, но Бронер сумел подняться и даже после того, как восстановился, пытался исправить ситуацию. В финальном десятом раунде Бронер пошёл на обострение, заставил соперника отступать. В конце неплохо зацепил Кобса слева. Итог боя – победа Кобса решением судей. Хулио Сезар Мартинос, удерживавший титул чемпиона WBC в налегчайшем весе, провалил допинг-тест. Он не смог успешно пройти проверку, которая состоялась 30 марта перед последним поединком против небитого Анхелину Кордовой. Тест, проведённый комиссией штата Невада, выявил в организме Мартиноса наличие диуретика С-5. Комиссия начала расследование, на время которого мексиканец отстранён от выступления в США. Эдди Хирн требует, чтобы у Александра Усика отобрали пояс IBF. Усик должен быть достаточно честным. Мы хотим, чтобы он вышел и честно сказал, я не буду драться с Даниэлем Дюбуа. Даниэль является временным чемпионом IBF и обязательным претендентом. Усику придётся драться с ним. Усик получил реванш Фьюри. Думаю, что потенциально всё может сложиться следующим образом. Эдди Хирн и Дюбуа разыграют пояс IBF. Фьюри и Усик поборются за остальные титулы. Затем, следующей весной, в мае или апреле, победители сойдутся и снова разыграют звание бесспорного. Райан Гарси продолжает сталкиваться с неприятностями. Как сообщает издание TMZ, Гарси арестовали по обвинению в вандализме. Инцидент произошёл в субботу днём в отеле Уолтера Стория в американском Беверли Хиллз. Источники правоохранительных органов сообщили, что Гарсию задержали и отвезли в полицейский участок после того, как он повредил имущество отеля, включая его номер и коридор. 25-летний боксёр находился под действием алкоголя или наркотических веществ, но при этом подчинялся полиции и вёл себя спокойно. Вскоре юрист Гарсии Дарин Чавис сообщил, что полиция отправила боксёра в больницу. Крис Алжерий высказался о перспективах Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола попасть в зал славы бокса. Сейчас туда не попадает ни тот, ни другой. Но победа одного над другим сделает это предметом дискуссии. Пожалуй, у Бивола всё же больше шансов, потому что он побил Канело. Но даже если он побьёт Бетербиева, многое будет зависеть от того, как сложится его карьера после этого. Он уже не молод, но при этом далёк от завершения. С Бетербиевым ситуация другая, он уже в конце пути ему почти 40 лет. Но победа над Биволом может стать весомым аргументом для попадания в зал славы. И всё же с учётом того, что они сделали к этому моменту, я не думаю, что кто-то из них может рассчитывать на это. Сергей Ковалёв назвал фаворита боя Кроуфорд Мандримов. Тут у меня такая мысля, что Кроуфорд для меня один из лучших боксёров современности. Очень талантливый парень. И координированный, и технически оснащённый. Очень чувствительный и опытный уже. А Исраил, он очень сейчас мотивирован. Он ещё, скажем так, не обкатан по опыту, в том плане, что справится ли он со своей моральной составляющей, которая больше, конечно, в сторону Кроуфорда отдаётся предпочтению. Потому что он опытный, он талантливый в этом плане, что непобедимый. То есть он будет, опять же, сто процентов держаться за этот ноль. За графу ноля в проигрыше. Но Исраил очень мотивирован. То есть, ну, очень интересный бой будет. И, опять же, боксёр с Узбекистана, он никогда не сдастся, скажем так. Ну, в лице вот то, что я знаю Исраила. Поэтому он будет боксировать до конца, до талого. Вот, выдержит ли этот натиск Кроуфорд, ну, бой покажет. Поэтому, ну, тут, если честно, так вот, ну, наверное, 70 на 30 в сторону Кроуфорда я, как бы так, вот, взгляд со стороны. Поэтому, как там будет, это бой покажет. Вот, ну, я в любом случае желаю Исраилу, естественно, огромной победы и удачи. Каждый раз, когда вам будет становиться лень выполнять привычную зарядку, учить что-либо или соблюдать свои же правила, то вспомните слова Джеймарона. Мы все вынуждены страдать от одной из двух болей – боли дисциплины или боли сожаления. Разница в том, что дисциплина весит граммы, а сожаления весят тонны. А на этом у меня всё, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok